Аллинуя, Аллинуя, Аллинуя Да, друзья, приветствую всех, кто подключился уже, кто подключается Приветствую во имя Господня, во имя Иисуса Христа Сегодня Пасха, сегодня Шаббат, вот, и сегодня я приветствую всех вас именем Господнем Вот, и сегодня совершаю хлебопреломление, причастие, Евхаристию Тело и кровь Господа моего Спасителя Иисуса Христа Жертва великая, которой я спасен, которой я исцелен, которой я благоставлен всеми благоставениями небес Фуф, да кто я такой, если не буду благодарить его за все это Спасибо тебе, Господь, бесконечное спасибо Бесконечное спасибо И доколе он придет, мы смерть Господню возвещаем Возвещаем всем и вся смерть Господню Это великая, с одной стороны, трагедия, конечно, да С другой стороны, это радость великая Потому что кровью Агнца Божьего пришло спасение ко всем Пришло искупление, исцеление для всех и вся И в этом великая отрада, в этом великое утешение Для всего истрадавшегося человечества, для каждого страдальца Придите ко мне, Машех говорил, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас Он говорил, чтобы мы взяли его иго, которое благо и которое легко Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо А благое и легкое иго в том, что действительно Он понес наши болезни и немощи Он совершил это Мы лишь принимаем это Мы лишь благодарим Бога за это Будучи спасенными Знаете ли, как вот спасение утопающих Все уже, уже нахлебался, уже все уже Уже без минуты покойник Но вот спасатель берет, хватает И вытаскивает тело на берег И откачивает Вот Что утопающий? Он может только лишь поблагодарить спасателя Все Он может только ему спасибо сказать Поблагодарить его Потому что Если бы не спасатель, все Потом бы и все Вот И также человек Душа человеческая Каждая душа человеческая Это утопленник По сути В беззаконии, в грехах В житейском море, будем так говорить А Иисус, как вот этот спасатель Который бросился в воду Знаете ли, Он бросается в воду Даже не зная броду Он бросается в воду Чтобы вытащить всех нас Вытаскивать и откачивает Откачивает, откачивает Великий исход совершает Тогда был Моисей Больше трех тысяч лет уже Назад А сейчас Иисус Христос Он есть наш спасатель Он есть наш спаситель Он есть наш Господь и Царь Слава Богу Так что друзья, братья, сестры Благоставляю всех вас Во имя Господне И сегодня я хочу вместе с вами Совершить причастие Хлебопреломления этим утром Был вечер И вот уже утро Пятнадцатая Ниссана сегодня на дворе С Пасхой Господней С Пасхой Господней Всех поздравляю Пасха Господня Да Хак Песах Самех И Шаббат Шалом Потому что сегодня Суббота Красивое такое совпадение Когда и Пасха и Суббота Вместе Два в одном Потому что это Это Господь Это Господь на самом деле Вот Он наша Пасха Он наш Шаббат Он Господин Субботы Он Господин Пасхи Он Господин всего Нашего Аминь Спасибо Господи за все Благодарю тебя И благоставляю Великое имя Твое Мой Бог и Царь Да, мы кушаем мацу Вот Четырнадцатого, пятнадцатого Ниссана И дальше И дальше продолжаем Всю неделю Будем хрустеть мацой Вот Кушаем мацу Хлеб бедности Хлеб Нашего исхода Хлеб нашей свободы, друзья Хлеб нашей свободы Знак нашей свободы Я У себя в церкви об этом не раз говорил Что вот такое Такую присказку Что лучше Мацу Мацой хрустеть на свободе Чем Макароны по расписанию У фараона Наш Господь Он дал нам На все века Уже больше трех тысяч лет Три тысячи Триста тридцать один год Мы уже Хрустим мацой Вот И Благодарим Бога За великий исход За великое освобождение И каждый Каждый вкушающий Пасху Он Вкушает ее Как будто Он сам вышел Из Египта Это не верующему человеку Не понять На самом деле Но Верующему человеку Это очень сильно понятно Потому что Каждый из нас Свершает Свой исход Из царства тьмы Из Египта Из своего Египта Будем так говорить Да Из своей грязи Из великий исход И опять таки В этом исходе Главное действующее лицо Не человек Не ты и я Никто еще Нет Сам Господь Бог всемогущий Хотя конечно И ты и я Мы барахтались И пытались что-то делать И люди вокруг нас Что-то пытались И пытаются делать Но Главным действующим лицом Нашего исхода Так же как и исхода Того древнего великого исхода Является сам Господь Бог всемогущий Тот Кто сказал Что я буду тем Кем я буду О Аллилуйя Ют хей вав хей Иегова Баруха шем Благословенно имя его Во все века Благословенно имя Твое Господь Благословен ты Царь Вселенной Благословен Господь И в каждом из нас Он будет тем Кем он будет И мы становимся тем Кем мы должны быть Удивительная тайна Удивительное таинство Миллионы душ Миллионы и миллионы душ На протяжении этих тысячелетий Совершают великий исход Аллилуйя Со времени Машиаха Со времени пришествия Машиаха Рождества Христова Почти два тысячелетия прошло С момента Совершения Нового Завета Совершения в крови Машиаха Нового Завета Вот и с момента Начала Нового Завета В крови Машиаха В крови Христа Действительно Начался новый этап В этом исходе Новый этап В тридцатом году нашей эры Свершилось великое чудо Какое чудо? Да такое Что сам Машиах Он сказал Ешьте Ешьте все Это мое тело Говорит Это мое тело А потом взял чашу После вечера Когда уже все было съедено Выпито На столе уже ничего не оставалось Последняя чаша только Он взял и сказал Пейте из нее все Это есть кровь моя Нового Завета Которая проливается за вас В оставлении грехов А потом Через несколько часов Его кровь действительно Проистекла Из него Его тело было действительно Избито Пробито все Вот Не было в нем Ни вида ни величия А в этот момент Вообще он был унижен И оскорблен Вот Но страдал добровольно Как Агнец Веден был Безгласен был Пристригущими его Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Господь Спасибо 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 Господь Спасибо Он и Агнец И Лев Спасибо Тебе, Господи, спасибо за милость и отцовскую любовь, за то, что Ты единственного сына пролил святую праведную кровь. За то, что Ты единственного сына пролил святую праведную кровь, видел глаз людской и слышали уже, как страдала невинная плоть. Чтобы знали все люди на свете, то, как сильно нас любит Господь. Чтобы знали все Божьи дети, ах, как сильно нас любит Господь. Он был гоним для нашего прощения, был беден, дабы в нем я стал богат. Он прав, он машех, раны принял нам на исцеленье. За грешников был праведник распят. За грешников был праведник распят. Видел глаз людской и слышали уши, как страдала невинная плоть. Чтобы знали все люди на свете, то, как сильно нас любит Господь. Чтобы знали все Божьи дети, ах, как сильно нас любит Господь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благодарю Тебя. Ты наша Пасха, Господь. И это не просто красный день календаря. Ты наша Пасха. Ты наша Пасха. И ныне, и пресно, и во веки веков. Ты наша Пасха, и ныне, сейчас, и в вечности. Ты агнец от века закланный. Слава Тебе и хвала, Боже всемогущий. Благодарю Тебя. Спасибо за спасение. Кровью Иисуса Христа, телом ломимом Машиаха, я спасен, прощен, благословлен, исцелен. Слава Господу Иисусу Христу. На веки слава Богу Святому. Аминь. Слава Богу, братья, сестры. Едим опресники. Тело Христа. Тело Машиаха. Это я. Ты это я. Я это ты. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой принадлежит мне. Я в тебе, а ты во мне. Я и Отец одно. Аминь. Да. Аминь. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. Кровь Христа. Кровь Христа Иисуса. Ишуа Машиаха. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа исцелила меня. Кровь Христа. Кровь Христа спасла меня. Кровь Христа. Кровь Христа благословила меня. Аллилуйя. 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 Кровь Христа защитила меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа простила меня. Аллилуйя. Слава и хвала за кровь твою. Слава и хвала за кровь твою. Слава и хвала за кровь твою. Иисус Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Наша Пасха Христос. Слава тебе. Слава тебе. Машех. Аллилуйя. Сейчас. Здесь. Аминь. 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 Слава тебе, Господь. Благодарю тебя, Господь. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Свобода через кровь Христа, исцеление через кровь Христа, спасение через кровь Христа, освобождение через кровь Христа. Силы тьмы трепещут, они побеждены, дух, душа и тело совершенно спасены, есть совершенное спасение, спасение через кровь Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Благословен ты, Царь Вселенной всей. Слава тебе и хвала. Боже всемогущий, благослови нас сегодняшним этим днем, этим утром. Милость твоя обновилась и обновляется, Господь, в наших судьбах. Благослови наши семьи, дома, родных, ближних и дальних, за всех, кого мы любим, за кого молимся. Благослови, Господь всемогущий. Благослови, благослови, благослови. Аллилуйя. Спасибо, спасибо, спасибо. Благослови вас, братья и сестры, шалом драгоценные, купленные его кровью. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Благослови вас сегодня. Вот, сегодня такая ночь балабдения, да, и ночь особенная, пасхальная ночь. Ну, две их ночи даже, предыдущие и это. Вот, и 14-го, и 15-го Ниссана. Сегодня 15-го Ниссана, 3331-го года от нашего исхода. Или же 5779-го года от нашего вообще появления на свет, от создания мира этого всего, от Адама. Вот так вот. Вот. В гражданском календаре сегодня 20-е апреля 2019-го года. Вот. И всю эту пасхальную неделю, вот, вчера, сегодня и вот и дальше, дни опресночные, каждое утро. Подключайтесь по утрам, ну, и по вечерам тоже подключайтесь. Постараюсь. Пока я в Киеве, я всю эту неделю буду в Киеве. Планировал пораньше уехать, но сейчас и не получается. Вот. И задержусь я до конца апреля, получается, здесь в Киеве. Поэтому, киевляне, привет всем. Если кто будет, может, проездом в Киеве, добро пожаловать, пообщаемся. Вот. Буду рад увидеться. Пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья. Вот. Ну, и подключайтесь в 6 утра и в 6 вечера. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Благоставляю всех вас во имя Господне. Вот. О, спасибо тебе, Господь. Пою благословение священническое на вас. Пою благословение священническое сейчас на благословение Каэнов. Да. Пою на свою семью. Аллилуйя. На супругу свою, Инну Сергеевну. На детей наших, зятя нашего, внуков наших, котов наших. На все наше благословляю священническим благословением. Вот. У нас хозяйства-то никакого нету. Мы же на квартире. Вот. Когда в своем доме там, да. И скот, и мелкий, и крупный может быть. Вот. Но сейчас, мы в основном сейчас горожане, городские жители все. Ну, все наше, короче, пусть Бог благоставляет в наших квартирах. Ну, а кто в домах, пусть ваш Бог благоставляет и земли. Вот. И, значит, животных, прочее. Хозяйство все ваше. Вот. Но самое главное, знаете, вот действительно, Божье благословение на детей Божьих. Вот. Через Иисуса Христа, через Иешуа Машиаха, который с нами во все дни до скончания века. И великое таинство в том, что ты это я, я это ты. Мы отражение вечной любви. И он в нас, а мы в нем. Величайшее таинство. Величайшее таинство во вселенной. И на Пасху об этом стоит вообще просто говорить, и говорить, и говорить. Вот я здесь, вот, и эти вот стихи пасхальные здесь тоже пел как раз вот. И сегодня ночью тоже. Пасха священная нам ныне открылась. Пасха новая святая. Пасха таинственная. Пасха всечестная. Пасха Христос Избавитель. Пасха непорочная. Пасха великая. Пасха верных. Пасха двери райские нам отверзающая. Пасха всех освящающая верных. Как исчезает дым, да исчезнут. Придите чудо видевшие жены благовестницы и Сиону говорите. Примя от нас радость благовещения, воскресения Христова. Пасха. Пасха. Красуйся, ликуй, и радуйся, град Иерусалим, Христа Царя, узрев из гроба, как жениха к нам приходящего. Пасха. Тогда погибнут грешницы от лица Божия, а праведники да возвеселятся. Мироносицы жены утром очень ранним предстали перед гробом живодавца, но встретили там ангела на камени сидящего. И он, обращаясь к ним, радостно говорит, что ищете живого с мертвыми, что плачете о том, кто вечно жив. Идите, расскажите все ученикам Его. Аллилуйя. Сей день, что сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся все. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха всечестная, нам воссияла Пасха. В радости друг друга обнимем, о Пасха, избавление от скорби, ибо из гроба нам, как от царского чертога, воссиял Христос. Женщин радостью исполнив, сказав им, проповедуйте апостолам. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне всегда и во веки веков. Аминь. В воскресенье день, и просветимся торжеством, и друг друга обнимем. Ведь мы, братья все, и ненавидящим нас, простим все воскресеньем. И вместе все споем, Христос воскрес из мертвых. Смертью смерть поправ, и всем мертвецам жизнь даровав. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Царь Вселенный. Благословен Ты, Господь. Ты наша Пасха. Ты наше спасение. Боже, благослови сегодня народ своим миром. Благоставляю вас, братья и сестры. Благоставляю во имя Господне. Вот, и завтра на служение буду у нас в церкви. Как раз говорить о Пасхе. Приходите, кто киевляне, гости столицы, приходите. Вот, завтра буду у нас с 9 утра молитва и служение начало в 9 утра на Кловской, как обычно, 1 Майского, 6. Вот, потом я не знаю, где буду, но я хочу посетить еще какие-то церкви тоже в Киеве здесь. Вот, а уже следующее воскресенье, получается, вот, но еще буду в костеле. Завтра еще тоже планирую, вот, значит, даже в двух костелах. В кирхе лютеранской, то есть в разных очень собраниях хочу побывать завтра. Вот, ну и начало у нас будет, конечно же. Вот, и в следующее воскресенье уже даст Бог тогда и у нас, и в церкви, и на Рыбальском острове. И, значит, ну и дальше, где Бог усмотрит. Аллилуйя. Света пишет здесь, читала книгу Дмитрия Макаренко. Он пишет, что православие на Пасху проклинает Израиль за распятие Христа в песнях на старостовянском языке. Правда. Ну да, но не на саму Пасху, а перед Пасхой. Как раз в дни библейской Пасхи, в дни, ну так называемой еврейской Пасхи, вот сейчасшние дни, вот в эти дни как раз самое проклятие в адрес еврейского народа звучит обычно. Не то, что обычно, а вообще по уставу, как положено. Вот. Вот. В Украине ситуация, она во многом, конечно, лучше, намного лучше. Вот. Не как в России у нас или в Белоруссии. Вот. В Украине ситуация лучше намного. Потому что здесь примерно половина всех церквей православных, они украиномовные. Я об этом в семинарах своих рассказываю более подробно по истории христианства. Дело в том, что когда украинский переклад делали перевод на украинский язык, то вот эти тысячи текстов были изъяты из обращения, их просто-напросто не перевели. Или же переводили, но избавив их от антисемитизма, то есть построили предложение по-другому. Не обвиняя евреев, не проклиная евреев. Поэтому в Украине ситуация так, 50 на 50. Вот западная Украина, центральная Украина в основном евреев не проклинают. А вот восточная и южная Украина в основном проклинают, к сожалению. Вот. А если брать там по России, по Беларуси, это вообще, к сожалению, повсеместно. Сто процентов. То есть сто процентов. Вот. Хотя я знаю, священники некоторые отказываются проклинать, но все невозможно вычеркнуть. Это работа кропотливая. Я пытался тоже не проклинать, пытался изменить эти тексты или же не читать многие тексты. Тогда еще, в 95 году, будучи традиционным священником православным, я отказался от проклятия в адрес еврейского народа. Вот. На свой страх и риск просто не читал эти тексты. Тем более, что большинство прихожан не особенно вникают в эти тонкости устава. Вот. Конечно, если бы на служении моем присутствовал бы человек более-менее грамотный в литургике, то, конечно, он уличил бы меня в самовольных таких, значит, деяниях. Вот. Это наказуемо, в общем-то, для священника не читать эти тексты. Но я на свой страх и риск делал это. Ну, в 96 году уже я принял решение вообще выйти из этой религиозно-мафиозной структуры и ничего общего не иметь больше с ней. И вот, слава Богу, спасибо Господи. До сегодняшнего дня, вот с того самого 96 года являюсь священнослужителем не канонической, а такой нормальной, живой православной церкви. А в Молдавии как? В Молдавии те приходы, которые на Старославянском совершаются, там проклятие есть. Молдавский перевод на молдавский язык, вот, румынские священники делали там без антисемитизма. В Бухаресте наш епископ Богдан Иоаннеско, вот, он как раз, он бывает у нас часто. В Молдавии он часто тоже, ну, не так часто, но бывает. Вот, он трудится у нас в Румынии, по Румынии. И вот он как раз и говорил, Богдан наш Иоаннеско, что переводы на румынский язык еще тогда, еще по Песку, Антонецку, это еще вот 100 лет недавности события. Священники были такие прогрессивные, их там как покоенцы, или как там их называли. Я забыл какое-то слово такое, ну, как бы, типа, похоже на покаявшиеся. Вот, вот эти священники, они переводили, во-первых, Библию на румынский язык, а во-вторых, они тексты тоже цензировали на свой страх и риск, тоже они изымали вот эти антисемитские тексты. Кстати, это возымело потрясающее действие в Румынии, ну, не на всей территории Румынии, к сожалению, но на части территории Румынии, когда началась Вторая мировая, и пришли немецкие фашисты, национал-социалисты, да, то именно вот на тех территориях, где было вот это пробуждение духовное, да, и где уже не проклинали евреев, там, где уже Библию читали на понятном румынском языке, вот там Холокоста не совершилось. Слава Богу, за редким исключением все евреи были спасены, вот, но наоборот, на большей части территории Румынии, где вот продолжалось все это, к сожалению, вот, значит, был страшный Холокост, вот, и после военной Румынии это было, кстати, вот, есть ли об этом свидетельство, можете послушать и в моих лекциях по истории христианства. Перевод Библии Корнелеску, намного точнее русского, слава Богу за этих священников, да, и Корнелеску тоже, да, там их несколько было, этих священников, вот, и наш, этот, епископ Богдан Ионеско, он как раз рассказывает об этих, вот, он по-русски говорит, но очень плохо, а с румынского у нас переводчиков очень мало, значит, приезжал, кто нас переводил? Двое братьев-то. Иоанн Артыни переводил его, и кто еще нас переводил? Кузьменко-то, забыл я уже. Короче, в основном Иоанн Артыни переводил, вот, значит, и у нас есть записи, вот, где, вот, на румынском он говорит, значит, а Иоанн Артыни делает перевод. Вот, я в Румынию собираюсь, вот, мне нужно визу открывать, я гражданин России, хотя украинский епископ, но являюсь гражданином России, поэтому мне в Европу надо открывать визу, это вот, с украинским паспортом нет проблем сейчас, пожалуйста, езжай в любое время, без виз. Вот, значит, вот, но мне нужно будет делать визу, и, значит, собираюсь в Румынию поехать как раз к нашему этому Богдану, побыть у него как раз, и посетим мы там и церковь, и дом, где вот Корнелеску как раз переводил Библию, значит, и там и посетим места, короче, боевой славы Румынии, там, где вот все эти дела реформаторские как раз начинались. Слава Богу. Это объясняет то, в каком положении наши страны. Да, на самом деле, для Украины великое благословение было в конце 80-х, начало 90-х, когда перевод делали на украинский язык, то я лично разговаривал уже с покойным уже тогда помощником кардинала, потом ставшим кардиналом греко-католической церкви Украины, значит, и Любомиром Гузером. Вот, кстати, он не так давно ушел в вечность, и вот недалеко отсюда он похоронен, значит, на Левобережной, вот там, в храме в этом греко-католическом, я был там на его могиле. Вот, и я застал его живым, общался с ним, гостил у него, у Любомира Гузера во Львове в 97-м году еще, в конце 97-го года, когда впервые приехал в Украину. Собственно, Украину я полюбил через как раз Любомира Гузера, через его сердце, это шире, через его любовь эту, через его, вот, его глазами я увидел Украину, его сердцем я почувствовал ее, вот, и полюбил ее, именно через Любомира Гузера. Собственно, я не думал никогда в Украине оставаться, я думал, ну, приеду сейчас недельку-две, ну, месяц, может, побуду здесь, погащу и вернусь в Россию. Вот, но получилось так вот, вот, что оказавшись возле Любомира Гузера, две недели, я тогда гостил у него первый раз во Львове в 97-м году, вот, и полюбил Украину, полюбил, все, мову украинскую полюбил. И он мне рассказал как раз эти вещи, я две недели с ним общался, пытал его в украинском запытать, это как бы, значит, спрашивать, но я его по-русски запытал, замучил его буквально. Потому что я спрашивал его о том, о всем, и как раз именно по поводу антисемитизма, вот, я ему рассказывал о своем, значит, опыте отказа, и он говорил мне, что да, мы то же самое делали в конце 80-х. То есть, то, что я делал в 95-м году, они в Украине, в Западной, делали это еще раньше, еще при Союзе, еще вот в конце 80-х, начало 90-х, они уже это сделали, раньше моего. Вот, и делали переводы все эти, вот, поэтому, значит, переводы, то есть, ну, дай Боже, чтобы, значит, этот процесс дальше шел, вот, слава Богу. Пусть Бог благоставит всех вас, дорогие друзья. Вот, но я эти дни все, когда русская церковь православная проклинает евреев, я стараюсь молиться и утром, и вечером такой молитвой. Я говорю, Господи, не слушай их, пожалуйста, послушай меня, пожалуйста, послушай меня. Благостави Господь Израиля, благостави евреев, вот, а тех, кто проклинает, не проклина их, а благостави их на Богопознание. Они не понимают, что делают, они просто не понимают, что делают сейчас. Прости их и очисти. Вот, молюсь за братьев моих, за блудших, вот, тех, кто и убивать меня хотят, много раз уже, вот, пытались убить, но безуспешно, вот, я говорю, пока Бог не скажет, пока Бог не даст команды, то есть, я на этой земле буду ходить и буду делать дело Божье. Вот, и знаю, что Искупитель мой, живой Господь, Бог Святой. И дело Реформации, это не дело там Сергея Живлева или кого-то еще, нет, это дело Божье, поэтому здесь, слава Богу. Вот, благословляю всех вас, дорогие друзья, и знаю, что кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего, на косяках нашего разума, нашего сердца, нашей жизни, нашего служения Господу. Спасибо тебе, Господь. О, спасибо. И хотя мы здесь, на земле, отстранены от Господа, к сожалению, да, вот, и мы поэтому, верующие, желаем быть, выйти из тела, одним словом, и быть с Господом, вот, но, всему свое время, вот, не скоро мечты эти сбываются, но, здесь, на земле, у нас есть много работы, много труда, вот, в поте лица, но, надо так надо. Хорошо, друзья, уже 7 часов почти, мне уже пора уже, вот, и прекращать трансляцию, сейчас я иду, продолжаю в парке Киото, поэтому, кто киевляне, приезжайте в парк Киото, прогуляемся с вами молитвенно от Черниговской до Лесовой и обратно. Вот, значит, приезжайте, я на полном серьезе говорю. Кстати, вот, на неделе, на этой, пожалуйста, каждое утро, с 7 утра, кто свободен, полчасика, часик, пожалуйста, молитвенно прогуляемся здесь, в парке Киото. Можете меня найти здесь, между станцией метро Черниговская и станцией метро Лесова, значит, прогуливающимся. Вот, вместе преломим хлеб, вместе помолимся, вместе почитаем Слово Божье, порассуждаем. Сейчас уже тепло, уже можно, поэтому приезжать вот на эту молитву, слава Богу. Вот, и, и брат Роман как раз сейчас подъедет еще тоже, как раз вот к этому времени. Хорошо, друзья, пусть Бог благословит всех вас. Здесь у меня, вот так вот пусть будет, да. Пою благословение священническое на вас, возлюбленные, братья, сестры. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог Аврама Исаака Израиля, Отец наш, Бог Святой и Егова, имя Твое, Юд Хэй Вав Хэй. Возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. Благословивший нас, детей Своих, слава Тебе, слава Тебе. В этот день пасхальный благодарю Тебя. В эти дни опресночные, Боже, прошу Тебя, Боже, пусть Господь. Действительно, всякие споры, закваски, они уйдут из тела Твоего. Пусть Господь действительно, как сказано в Слове Твоем, вы бесквасны, потому что Пасха наша Христос заклан за нас. Аллилуйя. Свершится великое таинство очищения. Слава Тебе, Господь. И церковь, не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного, но святая и непорочная. Боже, я знаю, это не утопия, это не фэнтези. Это реальность, это то, что ты хочешь увидеть, и ты своего добьешься по-любому. То, что ты говоришь, это всегда исполняется, это никогда тщетным не возвращается, пустым не является. Это всегда производит действие, это всегда действительно так, да и аминь. Боже, я это знаю. Даже если в это люди не верят, все равно будет по-твоему, Господь. Спасибо Тебе, спасибо. Великая честь быть частью Твоих планов. Великая честь быть частью Твоего великого исхода Божьего народа. Нашего времени. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Царь Вселенной. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога, Отца. И общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. 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 Спасибо Тебе, Господь.